В 35-й беседе на книгу «Бытие» святитель Иоанн Златоуст увещевает искать вечных благ. Человека, любимый владыка наш, когда увидит, что мы не заботимся о настоящих благах, и их дарует нам с щедростью, и наслаждение благами будущими предуготовляет, так обыкновенно бывает и в отношении к богатству, и в отношении к славе настоящей жизни, и в отношении ко всем временным благам. Итак, презрим настоящее богатство, дабы приобрести богатство истинное. Презрим суетную сию славу, чтобы удостоиться от оной истинной и прочной славы. Будем посмеиваться к настоящему благополучию, чтобы получить оные неизреченные блага. За ничто будем считать настоящее, чтобы быть нам способными воспламениться любовью к будущему. Ибо для того, кто привязан к настоящему, невозможно и питать себе любовь к оным неизреченным благам. У него пристрастие к настоящему омрачает разум, точно так, как какая-нибудь нечистота залепляет телесные глаза и не позволяет видеть, что нужно. И наоборот. Невозможно, чтобы тот, кто питает любовь к оным прочным и неизменным благам, имел пристрастие к благам временным, которые прежде чем появятся, отлетают и исчезают. Проникнутый любовью к Богу и питающий сильное желание будущих благ, на настоящую жизнь смотрит другими глазами и знает, что вся настоящая жизнь есть обманчивый призрак и нисколько не отличается от сновидений. Посему и блаженный Павел в одном послании своем сказал, 1 Коринфянам 7 глава 31 стих «Ибо проходит образ мира сего, показывая, что все человеческое есть только призрак и проходит, как тень или сон, потому что не имеет в себе ничего истинного и твердого. Не детскому ли же уму свойственно гоняться за тенью, гордиться сновидением и привязываться к тому, что мгновенно исчезает? Проходит, говорит, образ мира сего. Когда ты слышишь, что проходит, то для чего еще ищешь благ мира? Когда ты слышал, что все человеческое есть только призрак, не имеющий истины, то зачем добровольно сам подвигаешь себе обольщению? Почему, размышляя о переменчивости и непрочности благ мира сего, не презираешь их и не устремляешь свое желание к тем благам, постоянным, твердым, прочным и не подлежащим никакой перемене? И чтобы постигнуть тебе мудрость Учителя Вселенной, посмотри, какое выражение в другом месте он употребляет, когда хочет показать, что все, даже в самой славной настоящей жизни есть ничто. Видимое укажешь ли на огромное богатство, на славу, знатность, первенство, господство, на само царство, на облеченного диадемою и на высокий трон. Все это видимое, говорит, временное, является на краткое время и ненадолго доставляет нам наслаждение. Так чего же ты хочешь заставить нас искать, если все видимое временно? Тех, говорит, невидимых благ, не этих видимых, но тех, которых не видят телесные очи. Ну кто же, скажи, убедить нас пренебречь видимым или искать невидимого? Самое, говорит, природа вещей учит вас тому, что здешние блага, хотя и видимые, но скоро проходят, а тамошние, хотя теперь и невидимые для нас, но вечные, имеют бытие непристающее, не знают ни предела, ни конца, никаких либо перемен, всегда прочны и непоколебимы. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.